Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас достаточно простой на первый взгляд фильм режиссёра Роберта Замекиса «Изгой». И из этого разбора вы узнаете, почему Чак в некотором смысле никогда не покидал острова, чему он научился, находясь в одиночестве, помимо добычи огня и пропитания, почему главный герой именно почтальон, что в действительности означает поговорка «один в поле не воин» и многое другое. В общем, прожимайте лукозавры, устраивайтесь поудобнее и поехали! Если в двух словах о сценарии картины, то её главный герой Чак Нолан, сотрудник почтовой компании, который, находясь на работе, пережил авиакатастрофу и попал на необитаемый остров, где провёл несколько лет, прежде чем смог его покинуть. Перед аварией Чак подарил кольцо своей девушке, она его не дождалась и вышла замуж за другого. Можно сказать, что таков краткий пересказ сюжета. И вроде как при просмотре этой картины всё достаточно понятно. Кстати, можете глянуть разбор этого фильма на канале эпизоды. Отличная работа, которая поможет вам рассмотреть нюансы, которые вы, возможно, ранее в фильме не замечали. Ссылку оставлю в описании. Я же вам предоставлю несколько иной, впрочем, как и обычно на этом канале, более философский взгляд на эту ленту. Не претендуя на то, что озвученные мысли в данном разборе были задуманы режиссёром изначально, однако постараюсь привести такие доводы, которые как минимум подтолкнут вас к тому, чтобы взглянуть на эту картину в данном ключе. Итак, что мы знаем о Чаке? Главное, пожалуй, то, что он фанатично предан своей работе и до крайности любит точность и пунктуальность. Первый кадр, где мы с ним знакомимся, это установка часов. Чак хочет видеть вокруг себя таких же фанатично преданных работе людей, где каждый будет жертвовать собой ради дела без остатка, когда даже находясь за праздничным семейным ужином, надо встать и улететь по делам. Главный герой хочет контролировать все процессы и каждую минуту своей, да и не только своей жизни. И даже опоздание машины на две минуты для него уже маленькая катастрофа. Однако, как мы видим в дальнейшем, человек в действительности может контролировать очень малую часть своей жизни. Внешние обстоятельства, как ни крути, чаще всего не могут быть спрогнозированы, ведь их течение – это зачастую не более чем надежда, которая стала некой иллюзией реальности, что события будут идти так, как ты спрогнозировал. Да и прикиньте сами, как ты можешь контролировать, скажем, ситуацию на дорогах, или погодные условия при полете, когда даже собственной жизнью человек управляет очень, так сказать, неважно. И тут волей-неволей вспоминаются слова Воланда из «Мастера и Маргариты». И знаете, желание контроля – это ведь не только потребность главного героя, так как его обыденная жизнь, по сути, можно легко переложить на очень многих людей. И вот эта потребность в точности и размеренности, особенно в последние десятилетия, пытается занять все более значимую ступень в жизни общества. Ну и потом это вроде как выглядит вполне оправданно, ведь контролируя внешние обстоятельства, ты в некотором смысле контролируешь и время. А время – это деньги, да? А раз так, то кто же захочет упускать хоть цент из своего кармана, особенно если эти центы добываются чужим трудом? Да и в целом, работа по строгому распорядку, графики встречи, отпуска, дети в саду, школа по расписанию, замуж не позже 30 и так далее и тому подобное. Вся жизнь от рождения до смерти в социуме все больше стремится к прямо-таки механической предсказуемости, подобно стрелке часов, где главное, чтобы все шло по заранее выстроенному плану. Конечно, глупо отрицать, что в работе, скажем, хирурга должна присутствовать точность, и вообще для нормальной работы социума без этой точности никуда. Но я сейчас говорю именно про фанатизм, про то, что порой она, то есть точность, проявляется сверх в меры и в ситуациях этого не требующего. И вот однажды, когда ты вдруг по-настоящему уверовал в то, что действительно чего-то контролируешь или даже управляешь, в действительности теряешь нужную гибкость и начинаешь видеть мир не таким, каков он есть на самом деле, а таким, каким хочешь его видеть. И думая, что обладаешь контролем, в реальности начинаешь его терять. Ты постепенно думаешь о себе как о сильном, ведь уметь контролировать значит обладать властью, но в действительности лишь становишься грубым и жестким. Перестаешь замечать, что уже не всегда вписываешься в перемены, не замечаешь как то, что в какой-то период было важным и поддерживало тебя. Буквально в следующее мгновение может принять совершенно противоположную форму, и иной раз, неправильно оценив или вовсе не заметив все эти изменения, рискуешь потерять очень многое. Позвольте на этом моменте для более полного понимания этих мыслей я вставлю вам монолог из фильма «Сталкер», разбор которого тоже есть на канале, можете глянуть кому интересно. И после этого приведу в качестве примера действия Чака. «Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежное и гибко, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит». Итак, давайте рассмотрим на примере главного героя. Помните Вилсона? Просто мяч, неодушевленный предмет. Что он в обычной жизни для миллионов людей? Ничего. Но кем его сделал для себя Чак? Он настолько привязался к нему, что тот в буквальном смысле стал очень значимой частью его жизни. И знаете, это выглядит вполне рационально. Почему бы для поддержания духа не создать, точнее выдумать, некого живого персонажа? Чтобы не сойти с ума и элементарно разговаривать, не разучиться. Хотя бы импровизировать некое общество. Фильм-то, заметьте, называется «Изгой», а не «Отшельник». Это, как вы понимаете, очень большая разница. Но и тут оказалось очень важно выдержать баланс и гибкость. Нельзя переходить грань и верить в то, чего нет, иначе нечаянно рискуешь потерять ощущение реальности, чувство настоящего и вымышленного. И переступив эту грань, можешь лишиться здравого рассудка и даже жизни, как ее чуть не лишился главный герой, когда поплыл за ним. Ведь если разложить эту ситуацию с Вилсоном от начала до конца, то вначале Чак просто как бы несерьезно решил выдумать из мяча воображаемого собеседника, потому что ему было скучно, и заговорил с ним. Затем этот мяч стал достаточно значимой частью его жизни. А в конце Чак вообще забыл, что этот мяч – это просто мяч. Сначала он контролировал свое воображение, но постепенно не заметил, как уже его воображение начало контролировать его. Видите, даже в отношении с собственными мыслями ни в коем случае нельзя забывать, что ты их контролируешь не полностью. И как раз понимание этого и будет давать тебе необходимый контроль. Вот такой парадокс. И уж если с мыслями человека не все так просто, то что уж говорить о том, что и в обыденной жизни все может измениться в одно мгновение. У машины проколят колесо, задержат рейс или резко произойдет какая-то травма или обострится болезнь. Черная кошка перебежит дорогу к человеку, а он окажется до более суеверен. Миллиарды причин, если не больше, и все они воздействуют на человека, и особенно на человечество в целом. Понимаете, остров в этой призме – это следствие непредвиденной причины и непреодолимого обстоятельства, мешающего твоим планам. Все это лишь выражение тех возможных тысяч обстоятельств и последствий, которые ты не в состоянии отконтролировать, потому что даже знать о них порой попросту не можешь. Но вот возьмем главного героя. Он обещал дать номер врача для своего друга, у которого была больная жена, не смог и жила-умерла. Подарил кольцо своей будущей избраннице и обещал быть в новогоднюю ночь дома. Опять, получается, нарушил обещание. Хотел сходить к дантисту, тоже не вышло. Сотрудник борта самолета сказал ему пристегнуться и сидеть. Но Чак решил, что часы важнее, и из-за этого тот сотрудник получил сильнейшую травму головы и в итоге умер. И уж если опоздание машины для главного героя такой удручающий факт, что уж говорить о вскрытии личных посылок клиентов. Но, как мы видим, бывает и такое. Его, в общем-то, за это никто и не судит. Чак однажды говорит, надо делать дело любыми средствами. Проблема в том, что он, а в его образе и миллионы других людей иногда не может осознать простой вещи. Бывает так, что, чтобы совершить задуманное, средств вообще нет, и судьба ему говорит. Ну давай, посмотрим, как ты сделаешь свое дело на необитаемом острове. Ты же почтальон? Доставляй свои посылки, полный вперед. Кстати, позвольте тут лично от меня маленькую ремарку. Понимаете, какой можно сделать еще вывод относительно фильма? Главный герой ведь жуткий трудоголик, помните? Он настолько фанатично ассоциировал себя с почтальоном, что забыл о более главном. А кто же такой он сам? Вот спроси его в обычной жизни, ты кто? Он условно ответит, я почтальон. Но вот он на необитаемом острове, и кто он теперь? Согласитесь, уж точно не почтальон. Понимаете, какая интересная насмешка над самоидентификацией человека в социуме? Но почему главного героя выбрали именно почтальоном? И попал он именно на необитаемый остров? Вы просто посмотрите, как это абсурдно и смешно выглядит со стороны. Вот ты был, грубо говоря, крутейшим, супер-мега лучшим доставщиком посылок, в мгновение изменились обстоятельства и... Все. Из тебя уже такой же хороший почтальон, как и с бегемота-балерина. Но ты-то ведь остался. Вот ты был учителем, не стало учеников. И кто ты? Был врачом, нет привычных инструментов и препаратов. Водителям, родителям, инстаграм-звездой, кем угодно, что в той или иной степени зависит от твоего окружения. И лишившись его, кем ты в итоге останешься? Ощущая себя винтиком человеческого муравейника, который работает сообща, чтобы в этой синергии сделать быт друг друга легче и привычнее, и это нормально. Но вне этого муравейника кто ты? Подумайте, почему у человека порой возникает желание побыть наедине с самим собой? И если во всем нужен баланс, где порой нужно быть полезным обществу и являться его частью, а порой быть отдельным от него и быть самостоятельно цельным, то твое условное «я» какое должно занимать место в этой иерархии из двух составляющих? Хорошо ли, попав на такой вот остров, жить одной единственной целью – вернуться обратно в общество? И если ты настолько хочешь вернуться в мир, что при отсутствии такой возможности готов даже повеситься, насколько ли это вообще правильно? И в таком случае получается, что если необходим баланс для работы всего механизма, я имею в виду социума, то будет ли считаться верным то, что ты на этих весах должен быть большей его частью, чем самодостаточной личностью? Пусть даже это соотношение будет 51 на 49. Кому принадлежит контрольный пакет акций твоей личности и кому он должен принадлежать – социуму или тебе самому? Но если взять в пример главного героя, ведь согласитесь, все же получается, что твоя профессия – это не ты сам, ведь лишившись ее, все же продолжаешь жить, но если лишишься жизни, то логично, что и заниматься своей профессией ты не сможешь. И исходя из этого, ответ относительно контрольного пакета акций, на мой взгляд, вполне очевиден. И подводя итог этого отступления, хотел бы вам привести мою интерпретацию одной известнейшей поговорки, на которую вы, возможно, взглянете иначе. Помните выражение «один в поле не воин», которую почему-то понимают с тем смыслом, что один против какого-то там количества ничего не сможет, бессилен и так далее. Я же считаю, что реальный смысл этой поговорки как раз в том, о чем я говорил ранее. Один в поле не воин, по той же причине, по которой один на острове не почтальон. Одному в поле воевать не с кем, потому что он в поле один, понимаете? Там больше никого нет. И поэтому, если смоделировать на себя ситуацию, в которую попал главный герой, нужно задать себе один простой, но крайне философский вопрос. Я это изгой или все же отшельник? Согласитесь, у этих двух типов людей при совершенно одинаковых внешних условиях диаметрально противоположные взгляды на собственную личность. Кстати, относительно отшельничества и переосмысления некоторых ценностей, посмотрите, как ненавидел главный герой этот остров в начале, каким он казался враждебным и можно даже сказать смертельным, причем в прямом смысле, и как изменилось отношение Чака к нему в конце, и как остров изменил его. Он научил его добывать огонь и пищу, преодолевать боль, страх, смерть, холод и, что самое главное, преодолевать время, преодолевать свое одиночество, свою ту самую привычную зону комфорта, где все эти тысячи мелочей, людей, вещей, привычек, которые загнали тебя в рамки и вылепили определенную форму из твоей личности. Вспомните музыку и общее настроение, которое передает нам фильм, когда Чак роняет последний свой взгляд на остров, и когда Чак покидает гараж своей бывшей, подобно тому же острову, мы слышим ту же мелодию. Кстати, насчет Келли. Хотя мы видим сцену, где она бежит за Чаком, нам показывают стол на кухне, который она будто и не убирала все это время, с картами, где его искали, их общую встречу, разговоры о том, что она его любит и так далее, но... Согласитесь, что по факту, недолго-то она его и ждала. Чака не было 4 года, за это время Келли успела выйти замуж, выносить, родить ребенка, где, судя по фото, ее дочери не меньше лет двух, а то и трех. Чак думал, что она ему так нужна, верил в искренность их отношений, но если посмотреть на эту ситуацию непредвзято, то действительно. Не была ли Келли аллегорически выражением того самого больного зуба, от которого остров в итоге помог ему избавиться? Потому что, знаете, судя по скорому замужеству и рождению ребенка, уж как-то больно быстро она отказалась верить в то, что его найдут и он вернется обратно. Обратите также внимание на его монолог с другом, после возвращения домой, где последний не произнес ни единого слова, подобное его немому вымышленному другу Вилсону, а его остальное окружение, кажется, так и не поняло, что он пережил. Но что для них его возвращение? Событие, которое на время развеет их будничную серую скуку, речь президента компании в духе всех таких подобных речей, праздничный обед и так далее, а в итоге один из них говорит... Дружище, мы вернем тебя к жизни завтра! Имеется в виду, когда будут готовы все бумаги и документы по его личности. Вы просто посмотрите, как это бредово звучит для человека, выбывшего на 4 года из мира людей. Хотя, как я считаю, это, возможно, некий такой стеб над системой, как отсылка к выражению вроде «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». И вообще, знаете, если в целом посмотреть на окружение людей без главного героя, то ведь мир, как ни странно, прекрасно смог обходиться и без него. Работа, которой ты посвящал всего себя целиком, не развалилась без тебя и твоего преданного фанатизма. Женщина, которой ты подарил кольцо, недолго горевала и нашла себе другого, кто тоже ей его подарил. А было ли еще что-то значимое в мире для Чака помимо этого? Да вроде нет. Как-то по фильму никаких акцентов на этом не делается, и получается, что нет здесь ничего такого, что без тебя не справилось бы. И поэтому в глобальном смысле человек всегда находится в одиночестве, несмотря на всю видимость социальных взаимосвязей, точнее видимости их значимости. По большей-то сути процентов 90 и даже больше – это не более чем взаимовыгодное сотрудничество. Ты кому-то доставил посылку, тебе кто-то починил зуб. И понимаете, если убрать все эти, так называемые, вынужденные отношения, оставив при этом то, что ты от них получаешь, то как бы не получилось так, что все мы по большей сути и так на этом острове живем. Именно поэтому в начале видео я и сказал, что Чак никогда не покидал остров. И под этим я имел в виду не тот остров, на который он попал после катастрофы, а тот, на котором он находился до нее. Просто не успевал этого заметить, пока был так фанатично увлечен работой. Но если копнуть еще чуть глубже, то находясь в обществе, ты как ни крути, помимо тех благ, что она дает, должен за все это платить свою цену. Ведь в домах, где живут тысячи людей, метро, работе и так далее, побыть в полном одиночестве практически невозможно. И более того, ты иной раз забываешь, что тебе это необходимо. Остановить, так сказать, этот бешеный поток жизни, а вместе с тем и поток собственных мыслей. Особенно, когда в человеческую жизнь вошел интернет, смартфоны, соцсети и так далее. Человек постепенно становится изгоем для самого себя, своего самоосознания, какой-то самоидентификации. Просто потому, что у него нет на это времени, сил и главное желание остановиться и задуматься о себе самом. Не о своем комфорте, новой кухне, машине, увлечениях, детях, лайков, инстаграме и так далее, а о себе самом. Кстати, как вы помните, у Чака была еще одна значимая проблема. Он пытался все контролировать. И вот по ходу сюжета мы все же видим некоторую переоценку этого свойства, его характера. И помимо ранее перечисленных мной уроков, которые получил главный герой, а именно преодоление одиночества, голода, холода, боли и так далее, не менее значимый подарок, который остров ему дал, это то, что Чак научился осознавать и принимать собственное бессилие. И знаете, на самом деле это очень тяжело. Научиться смирению к внешним обстоятельствам по-настоящему. Не терпимости, а смирению. И вдруг мне стало удивительно легко и спокойно на душе. Действительно правильно оценить ситуацию и признаться самому себе, что как бы ты не хотел, ты не властен над ней. Это в некотором смысле как обретение некого просветления, которое дарит человеку самое главное и единственное, что он по-настоящему может и должен сделать. Успокоиться и отпустить ситуацию. Именно этому Чак и научился. Отпускать ситуацию. Не пускать ее на самотек. А как это можно выразиться, отдаться на волю судьбы. Тогда, когда это необходимо, чтобы попросту не помешать самому себе. Потому что ты не бог и не можешь быть властен над всем. Смотрите, он говорит своему другу, что в итоге после всех испытаний, надежды, отчаяния, вплоть до попытки самоубийства, он просто стал жить на острове, смирился с этим. И вот в какой-то момент судьба дала ему шанс. Приплыл его так называемый парус. Он соорудил плод и отправился в путь. Далее, выбившись из силы, также решив отдаться на волю судьбы, выбросил весла в океан, хотя мог просто положить их рядом. Но он сделал выбор отпустить их. Отпустить это ощущение контроля. Того, что от тебя что-то зависит в этом бескрайнем океане. Он лег на плод и его подобрал корабль. Далее, Чак все же окончательно потерял Келли, и он говорит, что делать. Я буду просто продолжать жить, подразумевая то, что настанет, возможно, такой же прекрасный день, когда судьба вновь даст ему шанс, а с ним и возможность сделать выбор. И вот мы видим, как он отвозит посылку и встречается с Бетти. А на последних кадрах Чак из всех возможных вариантов своего пути разворачивается и останавливается взглядом на той стороне, куда уехал ее пикап. И тут мы понимаем, что Келли уже точно так же, как и тот остров, осталась в прошлом, а судьба вновь подарила ему еще один прекрасный день. Спасибо, что досмотрели обзор до конца. Как всегда, отдельная благодарность тем, кто добровольно сделал выбор в пользу поддержки моего творчества. Тем же, кто хочет пополнить их ряды, все ссылки, как всегда, в описании. Надеюсь, до новых встреч, друзья. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok